приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал располагается в городе измаил это юг одесской области и юг украины и сегодня тема по вашим заявкам по вашим просьбам мы сегодня будем говорить о сборе урожая и закладки на хранение моркови и свеклы в сентябре 2021 года но прежде я отвечу буквально на несколько вопросов наших новичков они спрашивают когда можно начинать копать уже морковь и свеклу и этот вопрос не прост потому что во многих регионах будет резко меняться погода уже в конце августа и в начале сентября поэтому просто-напросто вот такие подсказки прежде чем начинать убирать морковь или свеклу вспомните какие у вас сорта если это ранние сорта не закладывайте их на хранение я пробовала это делать это напрасная трата времени и ресурсов она невкусная ее нужно если ранние сорта использовать сразу же летом когда собрали плохо хранится поэтому лучше средние или средние поздние сорта очень хорошо собирать их на хранение они для этого созданы следующий момент эта погода до первых заморозков не ждите когда уже будет даже ноль тем более минус 1 и и ниже температура смотрите за прогнозом синоптиков и как только температура где-то плюс 2 плюс 3 плюс 4 уже устанавливается тогда можно уже собирать это ночная температура тогда можно собирать морковь и свеклу время сбора не всегда получается что есть хорошая погода а лучше всего все таки солнечная погода во многих регионах очень много осадков но постарайтесь чтобы это было все таки солнечный день ну а мы вам расскажем о тех благоприятных днях чуть позже когда можно будет в сентябре месяце уже копать урожай и тем более закладывать на хранение ну и если дождей нету а вы поливали все время тогда за три недели где-то вот до сбора урожая вы примерно уже будете знать естественно прекращайте поливать и морковь и свеклу и вот особенности вот этих еще корнеплодов я вот картофель мою а морковь и свеклу никогда их не мою есть какая-то у них особенность когда их мыть когда их моют то они плохо хранятся особенно касаются свеклы морковь можно даже в холодильнике помыть высушить какое-то время она будет храниться но если вы будете хранить зимой очень длительный период лучше всего все таки не мыть а теперь о тех моментах которые нужно знать когда вы в процессе о процессе выкапывания нужно аккуратно очень выкапывать без повреждения корешков и боковых и этих и нижний корешок их нельзя повреждать и есть разница если вы выкапываете свеклу обрезайте черешок длиной около одного сантиметра а вот у моркови нужно проводить обрезку вровень с шейкой вот эта особенность когда вы удаляете при уборке моркови и свеклы когда вы удаляете вот листья черешки вот это нужно обязательно учитывать если в моркови оставить более длинные вот эти черешочки то она очень быстро начинает расти кроме того что оставляем больше черешочки еще есть и другие условия если вы будете закладывать морковь и свеклу в так называемые гнилые дни она естественно будет расти и если будет высокая влажность тот же песок или какие-то другие условия то конечно она тоже будет расти а теперь выбираем лучшие дни для того чтобы собрать урожай и заложить на хранение речь идет о том что мы собираем несколько часов просушиваем и сразу же идет закладка на хранение уже сухих корнеплодов и так агрогороскоп сбора урожая и закладки на хранение моркови и свеклы в сентябре 2021 года время московское первый такой хороший период это знак стихии огня очень хорошо недолго сушить пару часов высушили на солнышке и с одной стороны с другой стороны и закладываете на хранение 4 сентября все 24 часа 5 сентября все 24 часа следующий очень хороший момент это весы это стихия воздуха тоже легко выкапываешь легко она просыхает вся продукция просыхает и закладываете на хранение 8 сентября начинается этот период уборки с 8 часов утра и до конца суток 9 сентября все 24 после весов есть еще один хороший период стрелец но я его преднамеренно упускаю потому что очень часто бывают такое ударили аккуратно надо копать и аккуратненько снимать почву грунт корнеплодов но если в стрельце вы где-то ударили чуть-чуть повредили корень получается что она плохо хранится поэтому я вот этот период не использую уже сама испытала следующий вот хороший период 14 сентября начинается козероги при растущей луне с 14 часов до конца суток 15 сентября все 24 часа 16 сентября все 24 часа еще один хороший период после козерога идет период водолея растущая луна 17 сентября все 24 часа 18 сентября с 0 часов и только до 20 часов даже раньше световой день заканчивается соберите посушите и закладывайте на хранение потому что следующий знак рыбы а рыбы это всегда дают очень сильное гнинение и продукция очень портится овен убывающая луна 22 сентября это следующий период когда можно копать и закладывать на хранение морковь и свеклу причем 22 сентября все 24 часа и 23 сентября все 24 часа не волнуйтесь продолжение следует на следующей странице в тельце при убывающей луне хорошо выкапывать морковь и свеклу и закладывать на хранение 24 сентября все 24 часа 25 сентября также все 24 часа и хороший завершающий длительный период в конце месяца в близнецах при убывающей луне 25 сентября все 24 часа 27 сентября все 24 часа и 28 сентября обратите внимание с 0 часов и только до 11 часов следующий знак у нас стихия воды рак 16 35 начинается поэтому пожалуйста утром собрали просушили пару часов и закладывайте на хранение мне еще вопросы поступают при растущей или при убывающей луне лучше убирать конечно же при убывающей но в данном случае если уже созрели корни плоды погода позволяет впереди критические погодные условия поэтому в данном случае выбираем знак главный знак который поможет нам выбрать урожай собрать хорошо и заложить на хранение раиса горяченко и александр волик познакомили вас сегодня с агрогороскопом сбора урожая закладки на хранение моркови и свеклы в сентябре 2021 года желаем вам удачи всего самого доброго крепкого вам здоровья и благодатной погоды до новых встреч на нашем канале спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...